МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро всем, кто, отложив дачные дела, присел у телевизора, чтобы вспомнить о прошлом и помечтать о будущем. Для тех, кто переживает сегодня золотой возраст, 19 мая – непростой день. Это праздник, во время которого пионеры в парадной форме стройными рядами шагали по городу, а вечером бесплатно катались на каруселях. В день рождения пионерии обладателям красных галстуков разрешали даже ездить на автобусах без билетов. В нашей республике первые отряды появились еще в 1923 году, а в 1940-м пионеры организовали первую тимуровскую команду. Думаю, сегодня надо о них обязательно рассказать. В 1940 году повесть Аркадия Гайдара «Тимур» и его команда частями стали печатать в газете «Пионерская правда». Вера Ивановна Рудакова, классный руководитель 4-го АСЭК Тывкарской школы номер 13, предложила ребятам создать свою команду и помогать местному колхозу. Девочки ухаживали за телятами, а мальчишки пасли лошадей с тайной надеждой прокатиться на лихом скакуне. Реальная помощь тимуровцев понадобилась через год, когда началась война. Везде эвакуированы из Ленинграда девочек, дошкольников. И, видимо, нечего было кушать. А почему около нас, этой школы, их коллались? Дело в том, что напротив школы там был детприемник, двухэтажный деревянный дом. Вот, видимо, их туда поместили. И нам раздали вот этих девят, ребят, накормить. И вот этих мероприятий мне троих пацанов дали, маленьких мальчишек. И я пугал домой. Сейчас помню перед глазами. Все трое сидят за столом. И один из них говорит, с угла, говорит, очень серьезно. А нам, говорит, много есть нельзя. Увидевительно, вот такие маленькие ребятишки так, вот так уже, взрослыми становятся. Во время войны ребята продолжали добровольно помогать колхозникам и тем, кто оказывался в тяжелом положении, потеряв родных. Фотографии тимуровцев размещались в газетах. Это было для них лучшей наградой. Хорошему примеру последовали ученики всех остальных школ. Через много лет командир команды тимуровцев школу номер 13, Римма Худяева, получила звание заслуженного учителя. Она работала во многих школах республики и в каждой организовала несколько тимуровских команд. Первые тимуровцы до сих пор стараются держаться командой и помогать. Теперь уже друг другу. Вместе с распадом Советского Союза исчезла и самая многочисленная детская организация «Пионерская». Но добрые дела, помощь нуждающимся и человеческое участие никто не отменял. Молодежь мало-помалу стала объединяться в другие группы. В нашей республике, например, действует несколько поисковых отрядов. В их задачу входит поиск останков бойцов, погибших в годы войны, их родных и обязательная агитационная работа. Молодые люди ходят по детским и взрослым организациям и рассказывают о своей деятельности. Это помогает им найти родных и собрать сведения о безымянных героях войны. В канун Дня Победы такая встреча состоялась в одном из центров социальной помощи. Социальные центры созданы для того, чтобы помогать пожилым людям получать дополнительную медицинскую или социальную помощь, найти применение своим силам и просто пообщаться. Сегодня у них особенный день. Их пришли поприветствовать участники поискового отряда «Возвращение». Нынешние пожилые люди – это дети войны. В каждой семье своя история. У кого-то отец не пришел с фронта, у других пропал без вести. Работа поисковиков – это единственная надежда узнать историю своих родных. Отец у нас пропал без вести. И очень большая надежда. Как бы я все записала, все свои. Отец мой был рожден в Кослане. Здесь я хожу часто на площадь, там, где лежат вот эти плиты все установленные. Вот, цветочки беру, вспоминаю. И очень большая надежда на этих девочек. Может быть, они найдут где-нибудь и мне сообщат. Я написала свой адрес. А в адрес детей войны мне хочется прочитать стихотворение. Сегодня, в этот славный день победы, хотим поздравить всех детей войны. Желаем вам недополученного света, тепла сердец и мирной тишины. Пусть небо ваше чистым будет, не гаснет радости звезда. И грохот танков и орудий уйдет из жизни навсегда. В течение лет непрекословия мы вам желаем всей душой здоровья и опять здоровья, и жизни доброй и большой. Нынешние бабушки и дедушки чувствуют себя в ответе за сохранение памяти прошлого и рассказывают внукам о том, что дорого им самим. Увядшая роза, увядшая роза, под старой березой лежит. Увядшая роза, под старой березой сердце героя хранит. Это моя внучка Настя Кулигова. Ей сейчас 18 лет. Она учится в Москве. Мой папа воевал. У него есть ордена, медали. Его уже 10 лет с нами нет. Мама была тыловиком. В общем, светлая память. Эта встреча не прошла формально. Поисковики получили новое задание. А родственники погибших бойцов – надежду на то, что имя их отцов и дедов будет вписано в историю. Волосны жижи, конь и черепа. А так красиво, может, скажет кто-то. А мы отгнуться, не таять, хоть свои пальцы пеем грязь. Это наша поисковая работа. А мы отгнуться, не таять, хоть свои пальцы пеем грязь. Это наша поисковая работа. На самом деле неважно, как сейчас называются отряды молодых людей, которые делают важную для всех работу. Помогают старикам и беспомощным. Разыскивают родственников погибших. Радует то, что они неравнодушны и остаются теми же добрыми людьми, которых не меняет смена власти и границы государства. Были когда-то пионерами, комсомольцами, партийцами. Жили, трудились, боролись за права, отстаивали свою точку зрения. Что стало с этими людьми на пенсии? Они не изменились. Их по-прежнему интересует жизнь общества, проблемы бывших коллег и сослуживцев. Они, как и прежде, полны идей. Что их волнует сейчас, нам расскажет Дарья Шучалина, главный редактор газеты «Красный знамя Севера». В последние дни телефоны нашей редакции «Красного знамя Севера» буквально раскаляются от звонков. К нам звонят и приходят наши уважаемые ветераны, которые просто возмущены тем заявлением, которое прозвучало на круглом столе, посвященном фальсификации истории, который прошел в агентстве по печати массовым коммуникациям. Как известно, один из участников этого мероприятия, молодой блогер Павел Сафронов, известный в соцсетях как Анчоус, заявил о том, что, собственно говоря, 9 мая, как праздник Победы, нам не особо-то и нужен в нашей стране. Ну, надо понять реакцию старшего поколения, собственно говоря, благодаря которому все мы сегодня вообще существуем. Естественно, ветераны сетуют на то, что они очень часто ходят по школам, проводят уроки мужества, общаются и с младшеклассниками, и со старшеклассниками, и вживую рассказывают о том, а что это вообще такое было, вот эта война, как они ее прошли, как преодолели вот это страшное лихолетие те, кто ковал победу в тылу. Собственно говоря, это такой пласт нашей истории, который, ну, не просто нужно знать, но нужно правильно расставлять акценты и правильно доносить информацию до детей в первую очередь, потому что, ну, это же наше будущее. Вот, поэтому, естественно, ветераны как бы очень огорчены тем, что вот та их общественная деятельность, которую они сегодня очень активно ведут, те, кто остался в живых и кому позволяет здоровье вообще выходить из дома, что вот таково к ним отношение отдельных представителей молодежи. Безусловно, вот я очень надеюсь на то, что это все-таки не массовая такая тенденция к тому, чтобы вот приумолять подвиг нашего старшего поколения, потому что все-таки знаю очень много молодых людей, которые не просто уважают и любят наших ветеранов, но и делают все для того, чтобы им помогать. У нас в сельских особенно районах развивается, ну, так называемое, тимурское движение, когда школьники посещают ветеранов, помогают им на дому, там, тем, чем могут. А у нас проходит много акций, даже флэш-мобов с участием и молодежи, и старшего поколения. То есть все-таки в республике, на мой взгляд, тенденция такова, что молодежь ценит представителей фронтового поколения, и я думаю, что, наверное, таким молодым людям, как Павел Сафронов, так называемый Анчо, все-таки, наверное, должно быть стыдно, потому что если бы не то наше мужественное поколение нашей страны, то, наверное, нас бы сегодня вообще не было. Встретимся с вами через две недели. До свидания, успехов! Субтитры создавал DimaTorzok